Игра в пять пальцев. Техника, которую освоить может не каждый киберспортсмен. И сегодня мы посмотрим с вами за человеком, который овладел ей в совершенстве. Безумная скорость, невероятнейшие маневры, движения, отличная стрельба. Короче, сейчас сами все увидите. Будет интересно, так что располагаемся поудобнее, приготовляем вкусняшки. Просто напоминаю про лайки, комментарии. Они очень помогают. Ну и совсем маленькая рекламка. И мы тут же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. ДАКСУА ГЕЙМИНГ Зовут этого парня. Впервые, если честно, на него наткнулся и был поражен очень мощным скиллом и, конечно же, его стилем игры. Слева внизу вы можете сами сейчас видеть хэндкам. Человек катает в пять пальцев. Просто посмотрите, насколько молниеносен. Что он вообще вытворяет невероятнейшие какие вещи. Ну и здесь выходит на своих оппонентов на префайре. Очень быстро накидывает на каждого из них, кого только заметит. Ну и, в принципе, кстати, что приятно. Это карт Санок. Это буткемп. Давно не видел как раз таки ее, потому что все почему-то играют на Эрангеле. Кстати, напишите в комментариях, какого хрена все, абсолютно вообще все мобайлеры, ну, на ютубе, по крайней мере, катают только одну и ту же карту. Как их самих еще блевать от нее не тянет, не знаю. Но вот, тем не менее, Санок как глоток определенного свежего воздуха. Тут он что-то занимается какими-то странными кликаниями. Спамит приседания на невероятнейшей вообще скорости. У него аж палец должен затечь. Зато его девушка будет очень рада. Он так поднатренируется, потом придет к ней вечером, скажет, смотри, что я умею. И давай там вот это пальцем орудовать и все. Поэтому он может играть так много и не испытывать каких-то проблем. Также ему там вылетела смска. 5-5-5-3-5, да, вот это вот все. Ну и он говорит, ладно, потом после видоса все позвоню выясню. На буткемпе разобрался, настрелял 8 фрагов, хорошо покидал. Ой-ой-ой, здесь на него соперник выходит. Он помастил вправо-влево, сам получил большую плюху и просил по хп. Очень мощно. Нокнул одного. Сейчас хилится. Соперник тоже поднимает своего тиммейта. Но аптека-то принимается быстрее, чем ты поднимаешь друга. Ну-ка, подожди, он отменил, похоже. Да, и наш месье просто сразу же, моментально, выходит и забирает второго. Дропшотит, замечает ботиночка, говорит, ботиночек, не стреляй по мне, пожалуйста, я очень тебя боюсь. Но, видимо, не сильно, даже его не стал добивать. Не знаю почему, но вот, похоже, все-таки добил. Оказывается, что у него есть тиммейты. Я, кстати, не вижу вообще мини-карту. Похоже, он закрыл ее вебкой. Не знаю, как он ориентируется, но приехали они на руины, очевидно. И здесь, опять же, моментально нокает одного. Заметил слева второго. Такой чисто агрессирует, прогрессирует. И уже топ-10, нихрена себе, как так быстро. Вот это, видимо, санок. Так прям в момент вообще уже все произошло. Замечает перед собой первого игрока, забирает его. Вот здесь сейчас нельзя залазить. Это будет ошибка, ты че? Как его не наказали, я не знаю. Но эта анимация могла стоить ему жизни. Но он просто взял и забрал еще двоих вместо того, чтобы отлететь сам. Жестко, жестко. Такой, знаете, мув был на тоненького. Опасный, очень опасный. Но наш парень его вывез. 15 фрагов уже есть. Посмотрите, какая идеальнейшая стрельба. 4Х просто все залетает в одну точку. Прям как у Ветрела. Прям очень круто накидывает. Ну и опять же двигается только перебежками. Четвертый палец фак левой руки держит для того, чтобы, если что, показать его соперникам. Но пока еще рановато. Пока еще все-таки 5 врагов есть. Да, вот уже, правда, их количество резко сократилось. Тут немножечко недострелял. Молотов есть? Нужно закинуть. Да, хороший же Молотов у него есть. Да что же за парень такой классный. Правда, не очень хорошо его кинул. Но да, не страшно. Здесь добивает игрока. И сейчас еще правый должен дотикать. То есть, короче, остается он плюс-минус 1 в 3. Притом это 3 разрозненные сквады. Да, вот здесь вот опять же отличный шинок. Сам просаживается на полхп. Кстати, не боты соперники. Ой-ой-ой, так он целый сквад только что забрал. Хороший 1 на 1 остался. Ну, там похоже, что последний соперник такой. Лежачая змеючка. Будет его легко забрать. Глянь, фулл Т3 бежит куда-то. Ты куда бежишь вообще? Что ты делаешь? А? Ха! Не знаю. Интересно. Ну что же, первая катка была прям... Прямо шедевральная, я бы даже сказал. Очень крутая. Прямо настолько динамичная. Хорошо. Вторая. Следующий буткемп. Примерно такая же движуха. Здесь вроде опять же прыгнул с тиммейтом. И сразу же готов разваливать. Переключается. Что-то на ФПП. Постоянно дропшотит. Что-то куда-то нажимает. Вообще я не успеваю за глазом. Знаете, вот эта вот история, что Брюс Ли делал настолько быстрые удары, что его не могла запечатлеть камера. Что вот как раз таки приходилось ему самому бить медленнее. Вот здесь примерно такая же движуха. Чел настолько быстро вообще флексит и что-то делает. Исполняет. Что мой глаз не успевает. Братишка, давай чуть-чуть помедленнее. Искусственно, если что, там тоже попытайся. Забирает еще сразу троих, кто выбегал на него. Что-то там еще куешет в процессе. Такой типа пацаны, смотрите, я еще как могу. Правой рукой, наверное, еще бы пиццу хавал. Тоже вообще было бы нормально. Ну почему бы нет. Но здесь вторая катка какая-то менее экшоновая получилась в плане фрагов. Он очень мало настрелял. Уже топ-26. А всего лишь было сделано 6 убийств. То есть здесь как бы мы видим соперники между собой еще очень много, похоже, воюют. Непонятно, какая зона. Непонятно вообще, что происходит. Вот босс семпаю надо научиться у этого парня. Просто взял, скрыл мини-карту и ничего не ясно. Все, куда и где. Ну да ладно, дропшот на дропшот. Пошел, глянь. Но здесь все-таки перестрелял оппонента. Просто какой сумбур творится на экране. Насколько же он во все это, знаете, сфокусирован, погружен. Чтобы его мозг воспринимал эту картинку и понимал вообще, что происходит. Безумно классный парень. Прям реально хорош максимально. Ну и тут еще справа по нему накидывают. Он тут же разворачивается, посмотрите, постоянно мансит, как Нео. По нему никто не может попасть. Застреливает головой с Берила. Нет, не попал дальше. Думал, продолжит, но не получилось. Очень мощно. Прям хорош. И снова, посмотрите, из ниоткуда просто фраги появились. Топ-8 и 12 убийств. То есть прям, опять же, каточка будет такая. Не двадцатку, конечно, но хорошая. Хорошая, мощная. Ну и плюс здесь прям, мне кажется, намного круче выглядит это, чем когда ботов раскатывают. Потому что соперники реально выходят, что-то стреляют, что-то пытаются. И прям дикий движ вообще. Классные катки. Здесь, правда, вот тут кто-то на буткемпе еще остался. Ты что там делал? И опять же отличнейшая башка залетает с четверки. Смотрит налево. Слышит оппонента. Вот он, он ботиночек, да? Да, нет, подожди. Тоже враг, который пытается, но у него не вышло. Нужно ему чуть получше настреливать и чуть поменьше бегать. Здесь в окошечко вылазит кто-то маленькая башка. Опять же голова залетает сразу же. Слушай, а как ты такой дерганный потом спишь вообще? Не знаю, мне кажется, что людям с слабым вестибулярным аппаратом трудновато будет смотреть его ролики. Потому что начинает все прям слишком быстро. Прямо чересчур. Надо замедленней. Следующий раз, когда будем делать на него обзор, я сделаю скорость, друзья мои, 0.75. Чтобы мы успевали. Чтобы покомфортнее было. А то что-то вообще все, какая-то тема происходит и прям жестко. Вот только что Джокера убил. Я не успел заметить, когда он его убил. Очень быстро. Очень. Показал, кстати, карту. Наконец-таки мы узнаем, что там за зона. Ну, круг еще не такой, чтобы прям супер узкий. А вот у этого паренька сейчас кое-что сузится. Вау! В смысле? Как топ-1? Нереально. Топ-1, 19 фрагов. Блядь, даже почти 20-ку настрелял. Хорош максимально. Ну и давайте посмотрим еще одну. Финальную на сегодня. Я надеюсь, он нас удивит. А может быть сейчас сольется просто как... Как рачела какой-то. Чего бы нет. Тоже было бы прикольно. Но здесь опять же стандарт выходит на буткемп. По-моему, он как раз... Теперь, знаете, все играют только Эрангель. Он играет только Санок и только буткемп. Чувак! Да хорош! Ну реально, чё это такое, пацаны? Играйте разные карты, пожалуйста. Ну прям... Дерезнее наблюдать тогда. Ну окей, ладно. Три Санока мы сегодня вытерпим. Вон, уже три года Эрангель смотрю. Так что, чё не посмотреть три Санока, правильно? Хорошо. Здесь убил девочку-кошечку с ушками. Она, я думаю, расстроилась. Опять же, третьего игрока со сквада забирает. Дропшотит. Выходит на каждого сам первый. Бей первым. Вот это все, знаете. Вот и четвертого тоже забирает легко. Опять же, переключается на первое лицо. Дропшотит. Встает. Манси двигается. Кошмар вообще. Как такого перестрелять, непонятно. Уехал с буткемпа с семеркой. Похоже, для него это, знаете, плюс-минус такая обычная циферка стандартная. Но вот здесь то, что мы еще сегодня не видели, это туман. Туман, конечно, напрягает. Тяжело будет увидеть лежащих в траве игроков. Ну сейчас посмотрим, как с этим справится наш пятипальцевый месье. Сейчас глянем. Опа. Двоих уже забрал, но они сами на него вышли. Их было слышно. Что насчет змеюк? Надо приглядываться. Ну вообще, в теории, можно на тачке ездить. И тогда эта тема нивелируется. Но здесь он решил даже посидеть в домике. Эээ, ты чё? Так нельзя делать? Зачем? Ну не то, чтобы нельзя, но как-то до этого показывал впечатление супер жесткого быстрого рашера. А чё сидеть в доме-то? Кучно же. Не знаю. Услышал справа соперника, забирает его. Здесь по нему начинают настреливать. Он такой, ооо, наконец-то, достойный соперник. Но похоже, что нет. Опять же, идеальнейший спрейт шестёрки. Даже, по-моему, лучше у него с шестих залетает, чем с четвёрки до этого. Замечает смоки, пытается их проспреить. Не получается пока найти игрока там. Ещё дымы. Так, подожди, ну где же ты? Это где-то должен быть. Чекает с помощью третьего лица. Но я лично не вижу. Вот он он, да-да-да, пиксель двигающийся. Хорошо. Наспреил по одному нокнул. Второго замечает. Ты его видел справа, братишка? Ну ты что? Вон он, он же. Не туда смотришь. Оббегают его сейчас. Берут угол, получается. И тут стрельба противоборствующих кланов и сквадов. Да, вот тут, вот именно там он был. Хорош забирает и его. Этот сразу в мер. Получается, что тот, кто справа остался. Ну и как раз-таки нужно агрессировать в эту сторону. Хорошо. Круг постепенно сужается. Снова один в четыре остается. Неужели это фулл сквад? Да не может быть. Сразу же моментально нокает игрока на реакции. У него есть тиммейты. Замечает в траве. Игрока просто проспреивая. И минус два. Все, остается один против двоих. Можно даже не есть здесь бинт, а просто ждать. Сейчас бусты сами все восполнят. Кстати, все время держит фулл буст. Красавчик. Максимально правильно действует. Понимает, что скорее всего оппоненты находятся в этих домиках. Либо вот там внизу в ЛГшке. Самому, правда, вылазить пока не стоит. Но вот тут вот снизу можно пробежать. Как же больно он получает. Одну такую жесткую ситуацию вывез. Прям в попадании был от смерти. Но соперник не смог его перестрелять. Ну и тут дальше один на один. Не думаю, что будет тяжело. Хотя нет, подождите. Соперника-то не видно. Ты не можешь убить того, кого не видишь. А сам враг кидывает очень так неплохо. Здесь бы опять же Молотов хорошо зарешал. Но здесь, обратите внимание, не держит хаешку. Просто раскидывает их для того, чтобы заставить соперника поменять позицию. Вот он, он вскрылся. И это еще один топ-1 в 17 фрагов. Не, очень крутой парень. Надеюсь, друзья мои, данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.